Добрый вечер! Это программа «Аналитика» Свой взгляд на важное и интересное в Казахстане и в мире Для начала коротко о некоторых темах первой части выпуска Правило существовало, но не было массовых штрафов Теперь очень даже может быть, что за новость от полицейских для водителей Да, против Ну потому что годами водитель с менталитет собрался Сейчас это перестроится Ну как бы, не знаю, время, наверное, надо Первая смертельная атака хуситов Массовый побег из тюрьмы, поставившую страну на грань гражданской войны Серия уличных расстрелов США и даже священный месяц, похоже, не повод для перемирия в секторе Газа Посмотрите на эти братские могилы, мы умираем как овцы Вместо пляжа кабинет полиции Вместо экскурсии похода по судебным заседаниям Что в планировании отдыха пошло не так Отдала собственноручно 5000 евро Копила, собирала, да Я готовилась на юбилей к своему супругу Конечно же, самое резонансное и самое обсуждаемое событие недели Новое, очень ощутимое землетрясение в Алматы Которое, естественно, заранее не спрогнозировали Да и с оперативным оповещением снова было не все гладко Еще можно отметить, что рядовые граждане работу над ошибками проводят куда более оперативно, чем чиновники Потому что в этот раз почти не было пострадавших при эвакуации Хотя случилось все, когда уже мало кто спал Оскар Сергалиев с подробностями 4 марта 11.22 Мощные толчки застали алматинцев в разгар рабочего дня Более организованно и массово, чем в январе, все устремились на улицу Мы одни из первых людей, которые вывыжили Успели, все хорошо, почувствовали очень сильно Потрясло очень сильно А вот хозяйка породистой кошки благодарит ее Шутка ли? Питомец второй раз подряд предупреждает о надвигающемся ударе стихии Она спряталась до того как Как в прошлый раз, как первый раз я ее тоже не могла найти Я сейчас специально вернулась, чтобы ее вытащить То есть кошки чувствуют, да Техника же снова подвела СМС-оповещения жителей мегаполиса получились спустя несколько часов Объяснения те же, что и месяц назад Оно не одно момента поступает жителям А с интервалом определенным по времени Порядка 400 смс в секунду И посчитать это на 2,5 миллиона человек Сколько необходимо физического времени По официальным данным пострадавший в этот раз только один 18-летний парень повредил обе лодыжки Тем временем автомобильные пробки переплюнули подземные толчки Их интенсивность оценили в 8 баллов Временно не работало метро И некоторые таксисты воспользовались моментом Цены на такси резко подскочили в 2-3, даже в 4 раза Смотря в какую точку если ехать Если в центр города, то были 5500-5600 где-то так В отличие от ночного землетрясения в январе В этот раз службы по чрезвычайным ситуациям Оперативнее выпускали информацию по ситуации Сообщение на ЛЮНИ-112 о наличии разрушения не поступало Все объекты жизнеобеспечения и опасные производственные объекты работают В штатном режиме А вот сообщения о повреждениях в жилых домах и социальных объектах были Причем многие адреса уже знакомы членам комиссии по прошлой встряске Новые толчки лишь усугубили ситуацию Это ширина трещин, а если быть точнее, разломов В микрорайоне «Орбита-4» входная группа подъезда отошла от основной конструкции Вот здесь в потолке огромная трещина Вот здесь в стене То есть там видно улицу получается Получается тамбур полностью отошел уже от основного здания И вот эта крыша получается висит в данный момент вот на этой двери То есть раньше дверь эта открывалась Сейчас получается крыша висит на этой двери То есть в любой момент может произойти обрушение И эта вся масса упадет на голову жильца Жители дома еще в январе после ощутимого землетрясения Обнаружили трещины и обратились в ДЧС Но тогда специалисты ограничились лишь фото-видеофиксации В марте позвонили снова На что нам прямым ответом сказали Мы ничего делать не будем Хотя сейчас если еще раз трясанет То я думаю мы даже выйти с подъезда не сможем Аналогичная ситуация и с жилой высоткой в микрорайоне Кокжиек Наружная стена треснула месяц назад А под натиском второго удара стихии Глубокий разлом на первом этаже обрел пугающие размеры Сказали за счет денег жителей Которым мы к услугу платим же За счет этого типа можно будет отремонтировать Все Вчера так же приходили Так же на видео сняли, сфотографировали и все Но когда я спросила типа что будет дальше, что будете делать Ну они мне не ответили И это неудивительно По закону ремонт зданий за счет государства делают лишь в тех случаях Когда в городе вводят чрезвычайное положение А его не было ни в январе, ни в марте Но комиссия все равно работает Сейчас проходятся подворовые входы На сегодняшний день у нас 161 обращение поступило О том, что здания и сооружения получили повреждения Наша задача в первую очередь это визуальное Пока визуальное, соответственно, актирование Между тем стало известно, что и с городскими сиренами не все гладко В Алматы установлены 843 точки звукового оповещения Но сигнал, предупреждающий об опасности, слышали далеко не все Я лично нет А если мы с уведомлением? Уведомлений тоже не было у меня Мы живем в районе аэропорта Там вообще не было слышно Вообще ничего не слышно И в первый раз, и во второй раз Во время последнего заслужения вы слышали систему оповещения? Да А в каком районе? Мы здесь работаем рядом Вот здесь на Арбате вам было слышно? На Панфилово, Хазбекпи точнее Все это наводит на мысль, что прежде всего лучше рассчитывать на себя Как и поступил эксперт по землетрясениям Сергей Старков Он своими руками сконструировал жесткий модуль Способный уберечь целую семью при разрушительном землетрясении В условиях разрушающегося здания ничего не сделаешь Бежать на улицу опасно и бесполезно По дороге можно обрушиться вместе с лестницей Лучше дожидаться этого жесткого модуля Система оповещения у изобретателя тоже своя В квартире установлен сейсмодатчик, реагирующий на колебания земной коры Как только зазвенит сейсмодатчик, следует быстро встать с постели И вместе с домочадцами войти в этот шкаф Подземные толчки, как правило, начинаются с малых амплитуд Вот этих нескольких секунд до повторного, более мощного толчка Достаточно, чтобы спастись в модуле, который вмонтирован в предмет интерьера Находиться в тесной капсуле, разумеется, не так комфортно Зато продержаться можно как минимум две недели Воды там на две недели хватит вполне, да И еды тоже, если не шиковать, не приглашать никого в гости Впрочем, найдут вас наверняка раньше Благодаря радиопередатчику, который есть в модуле Конструкция спасает от плиты весом в 20 тонн Примерно такую же массу выдерживает и кровать Которую сконструировали в одной из алматинских фирм Она не складывается, как зарубежные аналоги Автоматически, но быстро переместиться в имеющуюся нишу не составит труда Практика показывает, что интерес к таким приспособлениям у горожан Проявляется лишь в крайних случаях Сейчас вот после этих землетрясений много очень звонков Желают сделать заказ Мы работаем в этом направлении Но здесь, так сказать, лучшего продвижения, чем толчки очередные Не придумаешь Существуют готовые проекты для школ и детских садов Но власти каждый раз отклоняют новаторские идеи Зато миллиарды бюджетных денег тратят, как показывает практика На неэффективные системы оповещения Которые даже привлекли внимание антикоррупционной службы И все же в Алматы снова делают упор на доставку информации На днях Акимат проанонсировал запуск очередного проекта стоимостью 475 миллионов тенге В этот раз обещают, что сообщения будут поступать мгновенно Пуш-уведомления будут разрабатываться Это по аналогии с Японией То есть непосредственно при первых толчках Уже незамедлительно будут попадать уведомления на мобильные телефоны Правда, как это будет работать и почему столько стоит Нам никто так и не объяснил Хотя мы отправляли запросы в Акимат Алматы В ДЧС города и в Министерство цифрового развития Остается надеяться, что новая система оповещения Это не очередной мыльный пузырь А как на вторую сильную встряску за короткий период отреагировал рынок жилья Правда ли, что алматинцы массово продают квартиры и переезжают? Первые этажи и владельцы частных домов Есть такие факты и случаи Завышают рекламную стоимость своих объектов Есть ситуации, когда жильцы, проживающие на верхних этажах В высотках, в новостройках Меняют свой ракурс и прицениваются к рынку С желанием спуститься пониже Но в самих сделках это пока никак не отразилось И все же главный вопрос, не дающий покоя алматинцам Будет ли трясти снова В сейсмологическом институте уже озвучили свой прогноз Но судя по степени вероятности Успокаивающим его никак не назовешь С вероятностью 70% сильных разрушительных землетрясений На территории алматинского полигона Не ожидается Прогнозы о землетрясении во всем мире Дело неблагодарное Поэтому в той же Японии делают упор на капитальное Сейсмостойкое строительство В целом их концепция оправдала себя И можно только аплодировать И нам бы так Если бы нам так, можно вообще сейсмологией не заниматься Но, к сожалению, развивающиеся страны Они обречены на прогнозирование Потому что нет другого средства защиты Эффективность работы института сейсмологии Вызывает сомнения и в парламенте Депутаты предложили передать его от МЧС Министерству науки Чтобы увеличить финансирование Что это даст, покажет время Но есть ли оно у жителей Самого сейсмоопасного региона страны? Оскар Сергалиев, Максим Шулепов И Мадишин Газ Программа Аналитика И еще немного о системе оповещения На которую хотят потратить почти полмиллиарда тенге Согласитесь, это выглядит очень странно Когда о таком намерении заявляется официально На высоком уровне заседания правительства Когда сообщается, что работать над внедрением Будут сразу три госоргана Когда уже даже расходы из госбюджета подсчитали А наглядно и внятно объяснить и показать В чем суть недешевой новинки Никто не может Может быть на следующей неделе Справитесь, господа чиновники Из двух министерств и одного Акимата А то такое молчание лишь порождает Недоверие к системе Невероятная по уровню трагичного абсурда история Случилась накануне в секторе Газа Пять человек погибли И еще несколько ранены Из-за того, что на них упали ящики С гуманитарной помощью Во время их сброса из самолета Не раскрылись несколько парашютов А ситуация на Ближнем Востоке И не только Подборку заметных мировых событий Как всегда подготовила Лаура Нурлан Знаменитую песню Майкла Джексона Посвященную голодающим Африке Мировые звезды перепели в 2010-м Для благотворительного сбора Пострадавшим от землетрясения гаитянцев 14 лет спустя Гаити вновь просит о помощи Страна на пороге гражданской войны Эти мужчины в балаклавах и футболках с мишками Члены жестокой банды Контролирующей 80% столицы Порто-Пренса Ее лидер Бывший военный офицер Джимми Шерезье По прозвищу Барбекю Он обещает объединить банды Гаити И бороться с премьером Ариэлем Анри До последнего патрона Если Ариэль Анри не уйдет в отставку Международное сообщество продолжит его поддерживать Нас ждет гражданская война Которая закончится геноцидом Бразилия призывает мировое сообщество Отправить в страну миротворцев Перебросить тысячу полицейских Обещает Кения Премьер Гаити спешно вылетел туда Чтобы подписать соответствующее соглашение В это время банды в знак протеста Взяли штурмом тюрьму И выпустили около 4000 заключенных Мы спали, когда услышали звуки выстрелов Ограждения были сломаны В моей камере остался только я Я не знаю, сколько человек погибло Мне известно лишь, что в тюрьме Осталось всего 99 заключенных Через пару дней стало известно О нападении бандитов на полицейскую академию И аэропорт Звуки уличной стрельбы Привычная картина для сегодняшнего Порто-Пренса Первое, что нам нужно сделать Найти тела убитых братьев полицейских Все мы, журналисты и пресса Видим, что слишком много полицейских было убито Волна насилия захлестнула Гаити в 2021 году После жестокого убийства действующего президента Живенеля Маиза У руля страны встал премьер Ариэль Андрей А банды под предводительством бывшего военного барбекю Стали активно добиваться свержения Цитата Коррумпированной политической элиты В прошлом году в результате бандитских войн Погибли более 5000 человек Тысячи гаитянцев были вынуждены покинуть свои дома И бежать в более безопасные районы Мы бежали, бросив все вещи Я ничего не успела взять Даже сменное белье С того дня, как я покинул свой дом Я жил как собака В том месте, где мы спим Сгрудившись кучей Не будут спать даже животные Гаити – одно из беднейших государств Западного полушария 60% населения зарабатывают меньше 2 долларов в день Джимми Барбекю утверждает, что добивается повышения уровня жизни сограждан И обещает дать оружие каждому ребенку, если потребуется Он видит только два варианта развития событий Гаити либо станет раем, либо превратится в ад Куситы атаковали греческий корабль True Confidence в Аденском заливе Впервые с начала их действий в Красном море погибли люди Сообщается о смерти трех моряков В МС Индии удалось эвакуировать 20 членов экипажа с подбитого судна Куситы объяснились Сухогруз проигнорировал приказ сменить курс Наш вертолет нашел экипаж Удалось вытащить 8 человек Потом мы отправили лодку Потому что некоторые моряки были сильно ранены И поднять их на борт было невозможно Другое ранее подбитое хуситами Британское судно Рубимар Окончательно затонуло Корабль перевозил более 40 тысяч тонн опасных удобрений И в мире заговорили об экологической угрозе для Красного моря А на неделе во многих странах произошел массовый сбой в работе соцсетей Причина перебитые хуситами кабели связи На них приходилось 25% подводного трафика в регионе Йеменцы продолжают атаки в Красном море в знак солидарности с палестинцами Между тем договориться о прекращении огня в секторе газа до начала Рамадана не получилось Израиль и Хамас не сошлись в условиях и планируют продолжить переговоры на следующей неделе Необходимы полное и постоянное прекращение огня Вывод войск с территории Газы Никакой обмен пленными не может состояться, пока все это не будет достигнуто В Израиле отметили мрачную дату Ровно 5 месяцев с нападения членов Хамас на израильтян во время музыкального фестиваля В результате которого погибли 1200 человек Десятки заложников с тех пор остаются в Газе Мы жили как в аду, не было никакой определенности И вот в конце января нам сказали, что он умер в ту субботу, 7 октября Его тело все еще в Газе Израильские военные будут продолжать действовать против Хамас на всей территории сектора Включая Рафах, их последний оплот Всякий, кто говорит нам не идти на Рафах, говорит нам проиграть войну И этого не произойдет В секторе проходят массовые похороны тех, кого не удалось опознать Часть тел выдает Израиль Я пришел сюда, чтобы найти своего сына Он пропал, и я не знаю, где он похоронен Посмотрите на эти братские могилы Мы умираем, как овцы Из-за сильнейшего гуманитарного кризиса И невозможности доставить продовольствие в районы, где идут активные боевые действия Коробки с едой скидывают прямо с самолетов Построить отдельный порт в море для приема кораблей с гуманитарным грузом обещает США Подчеркивая, что ни один американский военный не сойдет на берег Жители американского города Филадельфия в ужасе Четыре случая стрельбы по прохожим всего за неделю Все инциденты произошли в автобусах или на остановках Три человека убиты, 12 ранены В основном пострадавшие это подростки в возрасте от 15 до 17 лет Друзья и родные оплакивают Дэймона Тейлора Его убили в понедельник, когда он с сокурсниками садился в автобус Рядом было 20 школьников, четверо из них получили ранение Дэймон умер на месте Нам всем очень тяжело, его родители безутешны Он был любимым ребенком Последний случай стрельбы произошел в среду Трое неизвестных выбежали из машины и открыли огонь по подросткам Которые собирались сесть в подошедший автобус Чуть позже полицейские определяют, что за считанные минуты было выпущено 30 пуль 9 из них попали в 16-летнего школьника Он жив, но находится в критическом состоянии На земле сидел подросток, он был ранен в спину Оператор службы 911 сказала, чтобы он лег на живот Ему зажали рану Я давила на нее, чтобы остановить кровотечение Рядом были другие раненые Только один выглядел действительно плохо Надеюсь, он выкарабкается У меня вопрос к администрации города Что мы будем делать? Мы только говорим о профилактике преступлений Но что реально делается? Полицейским и мэру Филадельфии задают неудобные вопросы Четыре эпизода за одну неделю и ни одного ареста За любую информацию о подозреваемых власти обещают вознаграждение в 20 тысяч долларов За последние несколько дней мы стали свидетелями актов бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия в местах, связанных с общественным транспортом И мы здесь, чтобы сказать, довольны Полицейские объявили об ужесточении досмотра в транспорте особенно лиц в масках или балаклавах Также усилят борьбу с безбилетниками и открытым употреблением наркотиков И самое главное, незаконным хранением оружия С водителями автобусов и школьниками будут работать психологи Школа всегда была самым безопасным местом Я даже представить не мог, что кто-то может убить меня на пороге учебного заведения или на остановке в двух кварталах от него Конечно, для детей и их родителей это очень травмирующая ситуация Только с начала года в Филадельфии было совершено 55 убийств В среднем в США в результате применения оружия погибают около 120 человек в день Количество жертв за год свыше 43 тысяч Лаура Нурлан, Нурдаулет Абдилгопар, программа Аналитика В нашу редакцию обратились люди, которые хотели поделиться впечатлениями от своих зарубежных поездок Вот только вместо воспоминаний об экскурсиях, знакомствах с новыми людьми и местами В их багаже истории лишь эмоции от походов на судебные заседания и попыток привлечь внимание полиции Как так получилось, разбиралась Светлана Пенькова Гуру Тур пообещал, что там будут бесплатные съемки в костюмах Тут я уже себя все представила, как я там в роли гейши Хожу, значит, по этим маленьким улочкам Марина грезила этой поездкой Сначала Япония, потом Гавайи Однако мечтам девушки и всех тех, кто купил этот тур, не суждено было сбыться За день до вылета организатор сообщила, что сопровождающему не дали визу У вас есть два варианта Я сейчас нового человека найду, значит, и попробуем ему, типа, визу оформить Либо вы летите сами То есть, так как в нашей группе очень много было, ну, пожилых людей И плюс, ну, не все владеют английским языком И кому-то из группы брать на себя обязательства сопровождающего никто не хотел Мы сказали, что ладно, хорошо, мы как бы неделю можем еще подождать За день обратно до нашего вылета Она нам сообщает, что вот опять не дали визу вашему сопровождающему И тур, значит, все отменяется Сказать, что люди были расстроены, не сказать ничего Вместо красочного отдыха лишь горечь разочарования да пустые карманы Потому что тур был не из дешевых Организатор пообещала все вернуть И тут выяснилось одно большое но Таких, как Марина, десятки, если не сотни Надежда Шалфеева упорно копила деньги на 50-летний юбилей мужа Увидела красочную рекламу тура по Италии и поняла Это именно тот подарок, который нужен За несколько месяцев до вылета все оплатила Примерно 5 тысяч евро Но в день икс супруги оказались без визы Я честно, я три дня выла Выла от того, что пропали деньги От того, что пропал сюрприз От того, что 50 лет От того, что я копила эти деньги От того, что я хотела Какая-то корчагина просто взяла это все разрушила Супруги не просто подали в суд на организатора туром Но и создали чат с такими же оказавшимися без оплаченного отдыха Произошла вот эта ситуация в Кении Когда 19 туристов, включая 4 несовершеннолетних детей Остались вообще без оплаты в отелях На третий день их выселили С полицией выселяли Там разбирались, выяснили, что вообще Тур был более трех дней не проплачен Внутренних там перелетов, входов в парк, ничего не было Все это в судебном порядке доказано Иркинас в суд пока не подала Но собирается это сделать Прямо сейчас она должна была наслаждаться отдыхом в Китае Однако перед вылетом девушка отказалась от поездки Насторожила отсутствие документов На данный момент она все еще не отправила Никакие подтверждающие документы У меня только был билет до Шахая Все, других Даже там не видно стоимости билета и так далее Автор и организатор всех этих туров Екатерина Корчагина На официальной странице компании Объясняет ситуацию тем, что во время пандемии Произошел кассовый разрыв А дальше все наслаивалось, как снежный ком Снимать себя девушка не разрешила Правда, дала комментарий в переписке В любом бизнесе есть взлеты и падения Есть риски, которые нельзя предвидеть Есть форс-мажоры Мы пережили уже ряд таких событий Как ковид, закрытие аэропортов Резкие скачки курсов Это все отражается на бизнесе За 10 лет работы мы свозили в туры Более чем 4000 туристов Сейчас люди, обратившиеся к вам Это менее 1% от общего числа наших туристов Не такой уж высокий процент погрешности Екатерина Корчагина Владелица Гуру Турс И хотя Екатерина От выплат по обязательствам не отказывается С учетом стоимости туров и билетов Счет идет на многие миллионы Я сама с апреля 2022 года подавала в суды В общей сложности Группами индивидуально это уже порядка 80 человек Порядка 80 человек Общая сумма, на которую она заключала с ними сделки По оказанию услуг Это свыше 120 миллионов Часть из них возвращена То есть 22-го года практически весь возвращен Часть 23-го года Начиная с 8 октября Поступивший ни один исполнительный лист На сегодняшний день не исполнен Суд прошел 7 августа 23-го года По решению суда Она нам должна вернуть 1 миллион 185 тысяч тенге И денег нет до сих пор Судебный исполнитель сейчас не может с нее взыскать деньги Хотя арест на счета наложен Все ее счета заблокированы там пусто Желая отправиться в путешествие мечты Очень важно правильно подойти к выбору того Кто вас туда доставит Во-первых, проверить в реестре туроператоров Которые по закону являются участниками системы гарантирования Во-вторых, почитать отзывы не только на официальном сайте компании Но и в других источниках И в-третьих, заглянуть в реестр должников Вдруг человек или компания, пообещавшие вам путешествия и мечты Уже много кому должны А значит, не смогут исполнить свое обещание Как рассказали пострадавшие Иногда отказ по турам происходил по инициативе организаторов Их кто-то подвел Не нашлось сопровождающего и прочее Но чаще всего поездки срывались или проходили не по плану Потому что на руках у людей не было всех положенных документов Скинула билеты, дочка посмотрела Дочка молодая, продвинутая, очень опытный путешественник Она говорит, мама, с этими билетами что-то не в порядке Запросили Чок от Ревел Чок от Ревел носит два официальных письма Ди Чок от Ревел говорит, такие билеты не существуют Не существовали, никогда не выписывались То есть она еще и подложные билеты людям давала Как итог, десятки выигранных исков судья плюс Пришло осознание, что пора не просто возвращать свои деньги Но и обращаться в полицию Такие попытки уже предпринимались Однако итога не было То ли правоохранители не усмотрели в этой деятельности нарушений То ли просто возиться не захотели Но вот к чему это привело Если в 2022 году было 35 То в 2023-м 57 И только за первый месяц этого года Уже 13 исков Вот сейчас у меня как раз таки в руках это заявление Это 35 листов Я так кратко его сжата Без особых там подробностей 24 человека Вот в этом заявлении только указано 24 человека Она признана подозреваемой по уголовному делу Но она до сих пор находится на свободе И продолжает свою деятельность Она запускает точно так же новые туры Она запустила авторский курс По организации этих туров То, что Екатерина работает официально Подтверждают все купившие у нее туры Но в сфере туризма Мало открыть ИП или ТО Нужно получить лицензию Без нее могут обходиться только гиды Экскурсоводы и инструкторы Но никак не те, кто вывозит людей за рубеж Она сейчас ведет незаконно свою предпринимательскую деятельность Потому что везде она себя позиционирует как туроператор Потому что она организовывает авторские туры Она подает на визы Выкупает авиабилеты То есть ее деятельность Она подпадает под деятельность туроператора Но она не состоит в реестре туроператоров И у нее нет лицензии На осуществление туроператорской деятельности Все компании, которые хотят в этой сфере работать Должны иметь соответствующую лицензию У нас в законе четко прописано У организаторов туров должна быть лицензия А еще должна быть банковская гарантия Минимум на 30 тысяч долларов Для фонда туристок Комкор Именно на эти деньги В случае форс-мажора или ЧС Наших путешественников и возвращают в Казахстан Примечательно, что тревожных сигналов О деятельности алматинской компании В интернете немало И появились они не только что Почему же не реагировал комитет индустрии и туризма? Вопрос Возможно, они ждали индивидуального обращения Что ж, тогда пусть считают наш сюжет именно таковым Светлана Пенькова, Лжас Бапай, Довлет Кущев И Айден Калув Программа Аналитика По выходным, как правило, люди реже читают новости Но почему-то именно в прошлую субботу Полицейские решили предупредить Что проезд на желтый сигнал светофора запрещен И теперь это нарушение Камеры видеонаблюдения будут фиксировать автоматически Причина в тысячах авариях Которые происходят из-за того, что кто-то проскакивает в перекрестке Цель бесспорно Благаева только рассказывать о подобном Надо более массово, а не делать из новости задачку на внимательность Репортаж Бахром Абдулаева Объясняя свое решение, столичные полицейские процитировали правила дорожного движения в нашей стране Желтый сигнал светофора запрещает движение А мигающий зеленый предупреждает Что вскоре будет включен запрещающий сигнал Такие нарушения в автоматическом режиме будут фиксироваться камерами видеонаблюдения Департамент полиции Астаны Пока что умные камеры будут выписывать штраф за проезд на желтый в двух городах Астане и Алматы Эта новость вызвала разную реакцию Я думаю, что этого не нужно делать, потому что на самом деле в час пик большие пробки И бывают такие моменты, когда ты уже стоишь на перекрестке во время пробок И ты уже никуда не денешься Я согласен, чтобы выписывали штраф за проезд на желтый Так как большинство аварий происходит именно из-за этого Все куда-то торопятся Никто из водителей не хочет уступать дорогу Дисциплины на дорогах вообще нет Ну, желтый, по идее, это запрещающий сигнал светофора На уровне красного сигнала светофора он считается, желтый Зеленый – это разрешающий А желтый – это уже предупреждающий и запрещающий Я так понимаю Да, против Почему? Ну, потому что годами водительский менталитет собрался Что на желтый можно еще пересечь Сейчас это перестроится Ну, как бы, не знаю, время, наверное, надо Время на адаптацию есть у водителей Шимкента В третьем миллионнике страны есть камеры, Сергей Однако новые функции они пока не обучены В апреле-май этого года мы планируем настроить камеры видеонаблюдения, расположенные на светофорах, чтобы выявлять такие нарушения, как движение на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию в автоматическом режиме Фиксировать будут эти нарушения, если водитель пересек линию уже в момент мигания зеленого светофора Ну, а теперь о расценках Остановка за стоп-линией нарушителю грозит штрафом в 11 тысяч тенге А вот за проезд на желтый или красный сигнал светофора придется заплатить почти 37 тысяч тенге При повторном нарушении в течение года сумма наказания увеличится в три раза К слову, полицейским Шимкента в борьбе с нарушениями закона помогают не только стационарные камеры Этот патрульный автомобиль называется Кибершериф, оснащенный сразу девятью камерами видеонаблюдения Который позволяет одновременно фиксировать скоростной режим с обзором в 360 градусов Вычисляют эти камеры и неправильно припаркованные авто Все нарушения фиксируются в онлайн формате И письма счастья прилетает правонарушителям буквально сразу Еще от зорких глаз Кибершерифа не спрячется машина должника по алиментам, штрафам или налогам А также транспорт, находящийся под арестом Пока на службе в департаменте полиции Шимкента есть два таких спецавтомобиля Но до конца года появится еще три Кибершерифа У нас сейчас в городе установлено 1677 камер После того, как мы подключим фиксацию нарушений по стоп-линию и проезду на запрещающий сигнал светофора На перспективу останутся еще три функции Непристегнутый ремень безопасности Разговоры по телефону за рулем И неправильная парковка Все это будем подключать поэтапно Реакция водителей Шимкента на будущие новшества неоднозначна Я считаю, что это несправедливо, так как большинство просто не успеют завершить маневр И вынуждены будут проехать на желтый сигнал светофора А за это ему еще платить штраф И это неправильно Я, допустим, иногда вынужден проезжать на желтый, когда сильно тороплюсь Я считаю, что это правильно, потому что это как бы Много, чтобы нарушений не было Чтобы много ДТП не было Это правильно Чтобы сфиксировали, наказывали тех, кто проезжает на красный, либо на желтый На дороге бывают различные ситуации А лишний штраф для простых людей просто непозволительно и неподъемно Большинство таксистов пытаются заработать, чтобы прокормить семью А каждый штраф бьет по карману Неправильно это Известный автоюрист Руслан Жанпийзов напоминает, что желтый сигнал светофора стал запрещающим не вчера Это давнее правило, соблюдение которого не только обязанность, но и часть водительской культуры Чтобы успевали завершить маневр, поворачивающий налево Они должны заблаговременно начинать останавливаться, не рваться до последней секунды, до последнего моргания вперед И то есть внедрение такой нормы, я считаю, это очень положительно скажется в будущем на именно пресечении, на профилактику таких нарушений И нужно понимать, что камеры Сергек обучают фиксировать это нарушение не для увеличения количества штрафов, а чтобы обезопасить людей на дороге Ведь дороже жизни и здоровья ничего нет Далее короткий блок рекламы, после которого программа «Аналитика» вернется в эфир, дождитесь Ежегодный аттракцион, ожидание, реальность, подарки на 8 марта, разные взгляды, мнения, реакции А что ты напишешь в этой открытке? Секретик Еще эта неделя, особенно в плане концентрации внимания, которую на себе ощущала прекрасная половина Казахстана Повод традиционный, 8 марта При этом в проявлениях заботы со стороны кавалеров, как правило, дамы всегда ожидают долю фантазии И тут, конечно, хорошо, чтобы направление мыслей с одной стороны и действий с другой совпали Илья с Рамазанов собрал разные истории, поздравления и рассуждения Международный женский день – один из тех трепетных праздников, которые погружают в атмосферу тепла и любви Особенное внимание все, конечно же, стараются уделить самым близким – мамам На этом видео 120 школьников из Актубе вместе с отцами исполнили трогательную песню В канун праздника Казнет по традиции заполнился милыми видео Парни-студенты, в чьих группах превалируют дамы, тоже старались не обделить их вниманием Пользователи соцсетей это восхитило Уважительное отношение к прекрасному полу должно зарождаться у мужчин с детства Еще бытует мнение, что лучший подарок сделан своими руками И наша съемочная группа засняла процесс создания таких шедевров Интересно было узнать, знают ли дети о важности этого праздника Ты про 8 марта знаешь? Да Что это за праздник? За мамой и бабушке Что ты на 8 марта подаришь маме, бабушке? Что захочу Ты открытку подаришь с цветочком, правильно? Да А что ты напишешь в этой открытке? Секретик Там хорошие слова будут написаны? Да Ну, например, что? Нарисуешь, да, сердечко? Да Папа, мама поздравляет на 8 марта? А у тебя мама какая? Хорошая Как маму зовут? Сама Для ветерана Великой Отечественной войны Нины Масуновой Начало марта – это череда праздников 9 числа она отметила свой 100-й день рождения На фронт Нины Егоровна пошла в 18 Служила телеграфисткой, потом пулеметчицей После войны обосновалась в Шемкенте В честь памятного юбилея получила поздравление от имени министра обороны На грудь вашу одет медаль «Казахстан-патриота» Вы остаетесь примером для всей молодежи Казахстана К слову, в столице в праздничные дни тоже выступали оркестранты в погонах В качестве сцены служили железнодорожный вокзал и многолюдные торговые центры А женщин традиционно задаривали цветами Женщины тоже как цветы, если их поливаешь, они цветут А если не поливаешь, они увянут Великолепно, даже казахской музыке, как играли они Мне очень понравилось Душевно, трогательно, нежно Я совершенно не ожидала Очень приятно тронуто, настроение сразу до неба Очень теплые такие поздравления Очень приятно в этом деле Барни красивые? Симпатичные И форма у них красивая, и сами красивые, и голоса отличные И настроение отличное Наступление весны и этого светлого праздника Повод для женских радостей и мужских раздумий Чем же порадовать и как уложиться в бюджет? Ни для кого не секрет, в канун 8 марта цены на те же цветы изрядно взвинчивают Однако, обычно, это лишь дополнение к основному подарку Некое обязательное внимание Здравствуйте, для кого так много цветов? Жена, двое дочерей, и по работе там еще два букета Есть ли на вашей памяти такой подарок, за который вам стыдно? Да, есть Это был школьный подарок еще в далеких начале 90-х Подарил девочке подарок, за что пощеченную получил Какой, по вашему мнению, вы самый лучший подарок делали на 8 марта? 8 марта? Лучший подарок? Ну... Сколько он стоил? Ну, блин, наверное, это не в деньгах Это вот быть здоровым Быть, чтобы все родные и близкие были рядом Счастливы Не болели По вашему мнению, нормально ли, что некоторые мужчины Только на 8 марта уделяют внимание своим женщинам А в другие дни не очень? Не нормально Да, я за то, чтобы женщин всегда любили На руках носили Ну... Меня балуют Не только в 8 марта Время Самое дорогое у человека – это время Если человек уделяет тебе время Дарит это время лично тебе Это самый лучший подарок Вас сегодня уже как-нибудь задарили? Конечно С 12 ночи Что делали? Это уже секрет Ильяс Рамазанов, Дастан Алишев, Максус Сарабаев и Айтуган Багланов Программа Аналитика Все на сегодня Увидимся в студии программы Аналитика На следующей неделе, как обычно, в воскресенье в 20.00 До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова